всем привет по просьбе моего зрителя айдар тебе особенный привет это видео для тебя вот сегодня будем пробовать делать конусок из оцинкованной жести у айдара что-то не получается согнуть его вот конусок заданных параметров то есть высота диаметр основания все задано сегодня попробуем как это посмотрим что получится также хотела обратиться моим подписчикам к моим зрителям ребят прошу на меня не огорчаться не обижаться не получается быстро оперативно на ваши просьбы вопросы отвечать своими роликами снимать видео потому как мой фотоаппарат на который я снимал ролики свои сломался вот получается снимать видео от случая к случаю когда друзья позволят воспользоваться своим фотоаппаратом видео будут будут сниматься будут по возможности снимать но как заработаю на свою видео технику ну тогда наверно будет все почаще и покачественнее а пока так еще раз прошу на меня не обижаться по возможности будут на ваши вопросы просьбу отвечать ну а теперь давайте попробуем сделать конусочек посмотрим что получится значит задача такая построить конусок построить изготовить значит можно его двумя способами изготовить с помощью шашки построить шашку как показывала я в своих видео там про ведерко про переход ну можно другим способом построить вот сейчас мы его используем но для этого нам нужно узнать значит конус окна задан такой что основание круглая 55-60 миллиметров и высота его должна быть 100 миллиметров чтобы нам вот эту образующую найти нам нужно воспользоваться теоремы пифагора наверно все знают ее то есть прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов 2 катета у нас известно то есть один у нас 100 миллиметров катет 2 мы диаметр делим на 2 32 катет 30 получается вот ну с помощью теоремы пифагора находим что значит x квадрате это вот этот x образующие у нас равно 100 в квадрате плюс 30 в квадрате x равно у нас так квадрате у нас получается 10000 плюс плюс 30 квадрате у нас получается 900 то есть x квадрате у нас равно 10900 теперь x будет равен корень квадратный из 10 900 900 из-под корня это у нас получается x равно 104 104 миллиметра то есть вот это образующий у нас 104 миллиметра значит мы на циркуле на штанге ли откладываем 104 миллиметра на куске металла вот какой-то точке произвольной вот точке от которой проводили радиус проводим линию до пересечения цепи с этой дугой так и теперь чтобы нам узнать длину окружности нам нужно диаметр умножить на 314 на пить то есть мы 60 умножаем на 3 целых 14 сотых получается сто восемьдесят восемь и четыре десятых вот с помощью линейки но желательно чтобы она такая была гнущиеся помягче мы просто на этой дуге откладываем отрезок сто восемьдесят восемь миллиметров ну четыре десятых округлим вот так по дуге по начерченной выгибаем линейку проверяем þ твою NOW ектив треть пьет RAY пьет ciento то вот а дугу дугу до пересечения вот этим значением который мы отложили на дуге сто восемьдесят восемь миллиметров проводим ещё performances напрямую она теперь когда мы конус свернем нам нужно его будет как-то закрепить ну как-то собрать чтобы он держался значит мы одной из линий значит добавляем при припуск тоже произвольно я добавлю 10 миллиметров так все теперь вырезаем нашу выкройку по линию значит у нас получился вот вот это вот чистый конус и 10 миллиметров припуска теперь на этом припуске отрезаем уголочки чтобы не у нас не мешали там может быть отбортовку какую-то нужно будет делать то есть должно получиться вот так вот такая выкройка у нас получилось все теперь остается его свернуть только но и и прихватить как-то я наверно буду паять вот потому что просили люди тоже показать как паять оцинковку вот ну можно на заклепке можно пуклевкой пуклевки нету у меня будем значит паять ну давайте попробуем свернуть его конусок этот чтобы конусок красиво свернуть потребуется оправочка вот такая пробовал на ламе делать или на ломе как правильно вот ну лом шестигранный не получается нужна оправка такая вот можно в принципе по размеру конус у меня вот такая значит что мы делаем первонаперво припуск который давали нам 10 миллиметров вот так вот уголки мы срезали то есть дал даем ему направление предварительно так согнулись с другой стороны тоже ну вот направление дали немножко и теперь руками как бы протираю поправ протягиваем оправочку так подаем форму конусу нашим вот в таком таким макаром вот закручиваем кусочек на вершинке там тебя не очень хорошо ведет до железо 05 оцинковка 05 не знаю чей производитель скорее всего наверно китай так ну вот примерно форму дали вот такая там они круглая но это ничего страшного сейчас поправим то есть придаем форму конуску держим его затягивать так 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 ну 10 миллиметров многовато припуск мешает срежем миллиметров пять для такого диаметра значит оставили пять миллиметров так будет получше вот все так дотягиваем дотягиваем так 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 право Так, ну вот, в принципе, все, вот, линию я отметил, где у нас была, вот, припуск был дан, от какой линии. Все, в принципе, вот, свернулся. Конус получается неровный, вот такой, не круглый, это ничего страшного. То есть нам нужно его прихватить, а потом мы его уже доведем до той кондиции, какая нам нужна. Так, ну все, сейчас, сейчас вот так вот припоем, припаяем и выровняем его, чтобы он у нас был круглый. Так, ну вот, паяльник прогрелся у нас, сейчас будем паять. Для пайки использую я паяльную кислоту, ну, соляная кислота обыкновенная, сам делаю ее. То есть берется соляная кислота чистая, ну, какой-то небольшой объем, и травится цинком. То есть кислоту кидаю чистый цинк от вставок от высоковольтных, от предохранителей. Вот, кидая до тех пор, пока перестанет реакция идти, цинка с кислотой. Потом в готовую вот эту травленную кислоту, где-то одну шестую часть добавляю обыкновенной воды. Вот, и получается кислота. Ну, припой по 40, также, ну, можно использовать по 60, по 40, примерно где-то, насколько я знаю. То есть это 40% олова и 60% свинца. По 60, там наоборот, 60% олова и 40% свинца. По 60, он такой более белый и на изломе хрустит. Вот, ну, значит, паяем. Берем кисточкой, промазываем у нас вместо спайки. При пайке оцинковки желательно, нежелательно, а это как бы необходимо, чтобы металл был чистый, без всяких окислов. Потому как с окислами очень трудно паять, практически невозможно. Так вот, протравили место. Вот это место, где уголок, вот припуск мы делали, уголок совмещаем. Так, чтобы было вот все заподлицо. Кладем немножко припоя и прихватываем. Все, вот так вот пропаяли. Так, паяльник. Паяльник у меня вот такой есть. Это не знаю, что за фирма, но терминатор называется. Терминатор, 200 ватт он. В принципе, ну, вот так вот хватает его, чтобы прогреть металл. Все, в принципе, как бы запаяли. Ну, теперь нам остается сделать его круглым. Потому как сейчас у нас маленько какой-то яйцеобразный. Вот. Ну, сейчас будем выравнивать. Все, вместо пайки у нас подостыло. Все так же на опраске. Выводим в круг. И пробиваем вот эти вот ребрышки, какие получились у нас при сгибании конуса. Ну, в принципе, это неизбежно. Потому что металл такой, что ох-ох. Вот. Ну, поехали. Пайки. 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 вот в принципе вот такой вот конусок что хочу сказать ну я не рыбак зимнюю рыбалку как бы не особо люблю в основном летом с удочкой вот хотел бы сразу спросить там в комментариях напишите критично ли что вот эти вот ребрышки остаются или не критично я просто этого не знаю также хотел сказать что забыл сразу сказать после того как пропаяли желательно ну или после того как полностью изготовили место вот это где паяли промыть водой водой с мылом ведь какой-то щелочью чтобы нейтрализовать кислоту потому как все равно она остается пусть он даже сколько там испарилась при пайке вот нужно обязательно и промыть чтобы оцинковка не чернела потому что со временем все равно про почернеет вот ну вот такой вот конусок конусок этот просил человек показать как согнуть можно принципе вот такой способ но я думаю что если по точно делать какое-то большое количество таких изделий то но этот способ хлопотный очень принципе можно заказать оправку по размеру прям этого конуса и тогда будет это все проще и удобней что дел на оправку чтобы она здесь остро и на нет было ну и по размеру одел на оправку и прям по ней выскочил так будет быстрее гораздо и проще конусок этот как я пойму это кормушка будет дальнейшем для закормки лунок вот ну задача была поставлена показать как делается конусок вот пожалуйста ну все всем пока